вопрос несложный он даже не требует изучения наших комментаторов учителей сам текст говорит за себя это не всегда бывает и даже редко бывает но здесь вполне достаточно вот у меня книга и шаяу она идет в серии Тора Шебеалпе устная Тора вот книга и Шаяу первая половина здесь еще такая же книга вторая половина и вот текст видите вот так сделано вот текст большими буквами текст а маленькими это комментарии этой книги разные комментарии и есть таких книг много значит пророк и шаяу он жил до за 150 лет примерно до разрушения храма изгнания нашей вавилон за 150 лет до этого они он немножко есть в разделе авторот некоторые авторот особенно возьмите последнюю автора перед Тишабеаб это книга дворим посмотрите автору книги дворим там первая глава книги шаяу первая глава так там про начало и про самого и шаяу а здесь я только скажу что это самая большая из пророческих книг пока и по объему начала она с трудного это мы читаем перед постом девятого автора а заканчивается последние последняя треть книги о завершении нашей работы шести тысяч лет а здесь уже что-то предваряется вот смотрите вы попросили меня прочитать объяснить что написано в тринадцатой главе четырнадцатая фраза сама тринадцатая глава начинается с таких слов вот я сейчас прочту масса бавель то есть разговор о бавеле бавель это вавилон по-русски разговор о вавилоне ашер хаза и шаяу бен амоц это разговор на основе того что видел как пророк и шаяу сын амоца его отец тоже был пророком потом идет вот та фраза которая вас интересует четырнадцатая фраза но суть я начал сначала суть о чем и шаяу посмотрел вдаль а на самом деле всевышний спустил на него это поэтому на эврите пророк называется нави от слова миви который приводит сюда приводит то что на небе всевышний открывает небо пророк может это видит если он удостоится поэтому пророков очень очень немного таких которые видели по-настоящему само пророчество закончилась две с половиной тысяч лет назад две тысячи триста лет назад когда восстановлен был храм то пророчество уже было не нужно оно было нужно в период первого храма чтобы показать нам как работают законы торы после того как пророки показали нам это как бы учебный комментарий такой сделали нам уже пророчество больше не нужно нам нужно больше понимать что написано и вот и шаяу в этой главе которую вы спрашиваете сказал что наступает дни он видит как был полного разгрома вавилонского царства чтобы все понимали величие этих слов надо знать что во времена и шаяу это был расцвет вавилона ни одна страна мира не могла противостоять это была самая сильная империя того мира она была соответственно когда шаяу жил две с половиной тысячи лет назад ни египет ни осилия ничего никто не мог устоять настолько великие армии были настолько царственная великая империя но что видит в это время и шаяу люди видят империю армию и великолепные дворцы и величие богатства что видит и шаяу он видит что все пошло на убыль все развалено разруха где разруха а впереди разруха он видел то что впереди вот это он написал здесь и одной из фразы которые вы хотели она вот такая на иврите как всегда кстати ваш перевод не знаю откуда вы взяли не очень точно имейте ввиду и будет ситуация и будут люди как олень которых прогнали из его логова и он бродит по лесам по полям голодный бездомный или как овцы которые разбежались и никакой пастух их не собирает все развалится и как человек в этой империи великая перья повернется в сторону своего народа откуда он пришел потому что империя было нечто сродни например советскому союзу в котором было около 100 примерно около 100 народностей собрали вместе единый народ единая империя мы знаем что наступил момент и все распалось что распадение советского союза было в течение нескольких лет это колоссальная скорость исторически несколько лет империя которая имела по населению если отбросить китай и индию самая большая в мире по площади мы всегда учили это как городе советском союзе что-то самая по площади большая страна мира одна шестая суши и так далее атомные бомбы ракеты самая большая танковая армия в мире кгб все охватывающие все слышащие все видящие все за несколько лет буквально за несколько лет неважно почему несколько лет и все распалось так работает всевышний это тоже была поучительная история и вот здесь он написан пророке шаяу говорит и вот как и все что вся страна великая империя вавилон будет выглядеть как будто олень которого прогнали он одинокий стал плюс овцы кто разбежались и нет пастыря никого нету дальше он продолжает и каждый в этой империи который пришел от корта народа как в советском союзе например украинец мог жить в казахстане казах в россии эстонец мог жить в грузии все что угодно где угодно могло жить все поняли что нет клея и каждый пошел побрел в свою сторону и все распалось каждый человек вернулся где он был в иш эларцо янусу вот то что выехали я спросил вот ваша фраза и каждый побежал в свою страну почему так надо читать дальше надо читать перед этим надо читать весь этот отрывы конечно показать очень простую вещь никакая военная сила никакая экономическая сила совершенно ничего не гарантирует ничего не стоит ничего не предсказывает и какая бы страна ни была сегодня нищей она может стать богатой богатой она может стать нищей ничего абсолютно не имеет значения за всем этим есть всевышний это собственно задача пророков нам показывает этот отрывочек это хорошо показал и напомню все это было задолго до разрушения вавилона потому что через сто пятьдесят лет после этих слов вавилон пришел захватил нашу страну и прогнал нас в изгнание но на самом деле что я уже видел что будет дальше ну вот пожалуй больше не стоит ничего добавлять мы с вами достоились жить многие из нас в конце двадцатого века и видели как колоссальная империя которая называлась советский союз с ее нерушим нерушим лагерем социализма это восточная европа и туда же красные страны не обязательно друзья но все-таки красные китай великий вьетнам огромный и прочее прочее куба всякие там на деньги кгб нанятые наемники в разных странах мира все это распалась нет ничего до свидания понимаете вот это нам хотел показать пророк Ишаяу тогда и запомните это не значит что он предвидел то что будет книги пророчеств не для этого нужны то что будет все равно уже будет книга пророчеств любая и Шаяу и Эмияу и Херскер и так далее книги пророчеств нужны нам чтобы показать как это работает все разные моменты я только сегодня один момент сказал величайшая империя на глазах превращается в труху с этими словами что человек становится как олень которого прогнали он не знает бродит где что или просто как несчастные овцы когда нет пастуха и нет корма и нет ничего а что было всемирная империя так что этот урок который мы извлекаем из этого ну и я постарался что-то вам рассказать все доброго до свидания